Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Жители Ленинского района обеспокоены судьбой земельного участка, расположенного на Маяковском спуске. Там залили бетонные основания для строительства неизвестного объекта. Здание театра в Струковском саду не будет. Об этом в Твиттер написал губернатор Дмитрий Азаров. Громкое название и низкое качество на полигоне под Самарой уничтожили некачественную обувь и одежду подделки известных брендов. Центр Самары в конце выходных заволокло едким дымом. На улице Чапаевской произошел пожар. Горели сараи и гаражи. Из соседнего дома эвакуировали 19 человек, в том числе и шестерых детей. Наш корреспондент побывал на месте ЧП. На Чапаевской 66 Евгений Сабина живет всю жизнь. Говорит, пожаров здесь никогда не было. Дым заметил случайно, когда в девятом часу выглянул из окна своей квартиры. Панике не поддался, предупредил соседей и вызвал пожарных. Я увидел из окна, что дым идет. Дым идет из-под крыш гаражей. То есть до конца непонятно, в каком месте произошло возгорание. Суть в том, что сразу, естественно, мандраж. Бегом выбежал, начал кричать. То есть выбежали все соседи, быстро позвонили в пожарную службу. Ребята молодцы, приехали быстро. Оперативно сработали. Потушили. Опять же, помогла пожарная стена, что она здесь есть. Большой беды удалось избежать. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома людей. Всего из здания вывели 19 человек. Из них 6 детей. Да, я была с ребенком. Положила на кроватку, поворачивала. А как раз окошки уходили на гараж. У меня муж сидел за столом. Я поворачивала, смотрю, дым из гаража идет, из крыши. Я, естественно, сразу быстрее мужу говорю, давай, вызывай пожарную. Там, кажется, пожар. Горели гаражи и два сарая. К приезду пожарных пламя охватило 50 квадратных метров. На жилой дом перейти не успело. На место прибыли 6 машин. Тушили огонь 22 человека. У соседа, у него в гараже сгорела резина новая от машины. Он купил только что машину недавно. Вот, сгорело 4 баллона там. Ну, убытки, конечно, там в районе сотки, в районе 100 тысяч. То есть, вот это все. Поэтому он, бедный, только построил гараж. Конечно, испугалась. Я была около дома, поливала цветы. Поворачиваю голову, огонь полыхает. И из-под крыши вон там вот. Я начала громко кричать. Я перепугалась, конечно, потому что это пожар. Как еще не перекинулась на дом? В 21.17 сотрудники МЧС пожар потушили. Жители Чапаевской предполагают, что он возник из-за неисправной проводки. Истинную причину экспертам еще предстоит определить. Лариса Шлафаст, Елена Малютина, Николай Епифанов. События. Жители Ленинского района Самара обеспокоены судьбой земли у склона на Маяковском спуске. Недавно здесь появился металлический ангар и бетонный фундамент, а также строительные материалы и инвентарь. В проблеме попытался разобраться наш корреспондент Анатолий Головко. Это дело получило широкий общественный резонанс благодаря неравнодушным горожанам, которые обратились за помощью к главе Самары Елене Лапушкиной в социальных сетях. Застройка данного участка была запрещена губернатором Дмитрием Азаровым еще в должности мэра Самары, когда им было инициировано судебное разбирательство. Позиция города с тех пор не изменилась. Глава дала поручение администрации Ленинского района и департаменту градостроительства выехать на место в рамках муниципального земельного контроля, а также лично побывала на месте. Специалисты отреагировали незамедлительно. Они проверили проблемный участок вместе с жителями и составили акт осмотра. Мы зафиксировали здесь нарушение правил благоустройства. Кроме того, мы установили здесь совместное наличие фундамента. Глава райадминистрации пообещала направить обращение в Государственную инспекцию стройнадзора. Специалистам предстоит определить, имеет ли данный фундамент признаки капитального строительства. Если его назначение не будет соответствовать требованиям законодательства, фундамент придется демонтировать. По словам местных жителей, неопрятный ангар и строительный мусор уродуют исторический центр Самары. Горожане выступают резко против любого строительства у храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Вот этот склон, на котором стоит храм, он в общем-то сам по себе очень эстетичный и привлекательный во всех отношениях. Уничтожать этого не хочется. Напомним, что участок на Маяковском спуске входит в зону рекреационно-ландшафтных территорий. Здесь необходимо соблюдать чистоту и поддерживать окружающую среду в надлежащем состоянии. На сегодняшний день владелец участка вправе использовать его только под автостоянку. Другие виды деятельности, противоречащие градостроительному кодексу, могут понести за собой административные наказания. Анатолий Головко, Константин Головин, Николай Сидоров. События. Провести ревизию наследства Чемпионата мира по футболу поручила глава города Елена Лапушкина районным администрацией. Речь идет о фасадах домов, ограждениях, тротуарной плитке и дорогах. На какие еще виды работы руководителям районных администраций нужно обратить особое внимание, узнала Лариса Шалафаст. Заданную планку не снижать. На еженедельном совещании в мэрии глава города поручила тщательно проверять состояние фасадов, заборов, тротуарной плитки и дорог, которые ремонтировали к Чемпионату мира по футболу. Также необходимо убрать всю незаконную рекламу. К среде я еще раз убедительно прошу вас провести ревизию всех проведенных работ, посмотреть по дорожному хозяйству, по ОДС, по тротуарам, плитку, есть у нас провалы или нет по дорогам, посмотреть по освещению, по озеленению, по фасадам зданий. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что у нас практически все фасады, которые мы с вами так старательно реставрировали к Чемпионату мира, закрашены граффити. Все уклеено объявлениями. Это чисто ваша зона ответственности и мер никаких не принимается. Еще одна важная тема – состояние контейнерных площадок в дворах. По информации городской административно-технической инспекции, сейчас в каждом районе есть площадки, которые требуют ремонта. Из 2307 площадок на 468 площадках ограждение пришло в негодность или требуют ремонта. На 384 площадках ограждение вообще отсутствует. А баки для сбора мусора контейнера установлены на бетонные основания или просто на грунт. Глава районов по своей зоне ответственности, по вашим контейнерным площадкам тоже проанализируйте и запланируйте их ремонт. Также глава города поручила провести работу застройщиками, чьи строительные площадки содержатся в ненадлежащем состоянии и портят внешний вид улиц. ГАТИ выявило 130 таких объектов, где есть нарушения, необустроены выезды, сломаны ограждения. Еще одна важная тема – покос травы. Особое внимание глава города поручила обратить на Куйбышевские и Советские районы, где неубранных сорняков проверяющие обнаружили больше всего. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Здание театра в Струковском саду не будет. О кардинальных изменениях, которые ждут театры драмы, стало известно после размещения конкурсной документации на сайте госзакупок. Согласно плану, МОЗ должен был связать два здания театра драмы – старое, которое отреставрируют, и новое, которое должно было разместиться в Струковском саду. Выполнение работ должно было обойтись бюджету в 104 миллиона рублей. Некоторые самарцы выразили недовольство инициативой властей. В твиттере губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что в Струковском саду не будет здания. Цитата «Конкурс объявлен по недомыслию министерства и будет отменен в понедельник». Пустили под гусеницы. В Самарской области продолжают борьбу с контрафактом. На полигоне утилизировали некачественную обувь, одежду и игрушки, выпущенные под минами известных брендов. За процессом наблюдал наш корреспондент Анатолий Головко. Сотрудники Самарской таможни задержали крупную партию контрафактного товара. Сегодня на полигоне бытовых отходов уничтожат поддельные кроссовки и детские игрушки. Зачастую поддельные товары из-за рубежа наносят ущерб не только правообладателю бренда, но и конечным потребителям. Об этом говорят специалисты, которые работают с недопросовестными поставщиками иностранной продукции. Как правило, фальсифицированную одежду, обувь и детские игрушки изготавливают из токсичных материалов. В этот раз в руки таможников попал контрафакт, привезенный из Казахстана и Кыргызстана. Всего данная партия товаров превышает более чем 31 тысячу единиц. По оценке правообладателей, ущерб нанесенных интересам превысил 125 миллионов рублей. Владимир Савин, который уничтожает некачественную одежду и обувь, относится к процессу утилизации спокойно. Он считает, что это единственный и самый эффективный способ борьбы с поставщиками поддельных товаров. Сейчас вот отъедут машины, будем мяч все, ну трамбовать, уничтожать их, чтобы они были непригодны. И вот после грунтом засыпем и опять прикатываться. По словам сотрудников ведомства, поток контрафакта, который ввозит в Самарскую область, снижается. Но тем не менее, коммерсанты по-прежнему продолжают нарушать российское законодательство. С бизнесменами, которые руководствуются лишь финансовыми интересами, поступают жестко. На них накладывают большие денежные штрафы. Анатолий Головко, Константин Головин. События. А теперь коротко о других темах дня. Трагическое ДТП произошло на трассе Кротовка-Подгорный. 17-летний водитель на скорости 150 км в час снес скутер. Водитель скутера погиб на месте. По словам очевидцев, поддержать водителя Тойоты приехали родители. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Сейчас проводится проверка по факту случившегося. После этого будет принято процессуальное решение, а виновных привлекут к ответственности. В ночь на 3 августа в Самарской области на Волге потерпело бедствие яхта. Подробности происшествия рассказали члены экипажа. Они плыли в Тольятти на межрегиональные соревнования крейсерских яхт. На Волге плавает очень много топляка. Ночью на середине фарватера реки, чуть ниже села Переволоки, проплывало целое дерево, ветки которого возвышались над водой на полтора-два метра. Они зацепились за ванты яхты. Натянутые до предела ванты переломили мачту мили, шедшие под парусами с достаточно большой скоростью. Экипажу пришлось доставить яхту обратно в клуб на ремонт. Он займет около месяца. В Самаре до 20 августа в связи с переустройством коммуникаций в рамках капитального ремонта проспекта Кирова, от мостового перехода Кировский до улицы Ветлянской, движение автомобильного транспорта в районе улицы Ветлянской будет осуществляться по объездной дороге, по одной полосе в каждую сторону, сообщает правительство Самарской области. Временная схема организации дорожного движения согласована с управлением ГИБДД по Самарской области. Соответствующие дорожные знаки установлены. Прокуратура Самары добилась увольнения двух полицейских в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. 20 июня следственное управление области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции по фактам получения взятки за покровительство игорному бизнесу. В тот же день прокуратура внесла МВД России по Самаре представление с требованием уволить сотрудников в связи с утратой доверия. В результате полицейских уволили. Ливни, грозы и сильный ветер покинут Самарскую область. Согласно прогнозу метеорологов, уже во вторник погода значительно улучшится. Так, 6 августа ожидаются облачные с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Температура 14-19 градусов, ветер 7-12 метров в секунду. В среду 7 августа облачные с прояснениями без осадков. В Самарской области завершилась регистрация кандидатов на выборы депутатов губернской думы 6-го созыва. Они пройдут 8 сентября. Из 297 кандидатов прошли 275. 13 человек получили отказ в регистрации, 4 кандидата выбыли после нее, а пятеро взяли самоотвод. В этом году в регионе ожидается 34 кампании по выборам. По словам председателя областного избиркома Вадима Михеева, в регионе около 260 тысяч потенциальных избирателей. В комитете надеются, что проголосует хотя бы треть из них. Одни из самых масштабных выборов пройдут в Новокубишевске. Занять кресло депутата там изъявили желание 156 человек. Досрочное голосование начнется в области с 28 августа. Процесс достаточно много критики вызывает. Будем следить, будем смотреть, чтобы не было, что называется, переборов. В Самаре чествовали работников железной дороги. Именно от их работы зависит наш комфорт и безопасность в путешествиях и в командировках. Профессиональный праздник сотрудники Стальной магистрали отмечают с размахом. Подробности в нашем сюжете. Профессиональный праздник железнодорожников ведет свою историю еще с 19 века. Тогда он был приурочен ко дню рождения императора Николая I. По его указу 182 года назад была построена первая железнодорожная магистраль. Куйбышевская железная дорога появилась спустя 30 лет и по сей день объединяет центры и запад страны с Уралом и Сибирью. Отметить профессиональный праздник на Чкаловский спуск пришли сотни самарцев. Для них подготовили концертную программу. Здесь организовали мастер-классы, установили аттракционы для всех желающих, проводили соревнования и эстафеты. Поздравила железнодорожников с профессиональным праздником глава города Елена Лапушкина. Вы действительно огромные молодцы. Я Куйбышевскую железную дорогу считаю лучшей железной дорогой в России. Поэтому, дорогие друзья, вам успехов, развития, процветания. Конечно, здоровья вам и вашим близким. С праздником вас, дорогие. От находки до Калининграда Самара присоединилась ко всероссийскому благотворительному забегу, достигая цели. Участие в марафоне платное. Все средства пойдут в фонд спасения тяжелобольных детей. В этом году Самарский областной родительский комитет доверия отправит деньги на лечение 9-летнему Ване Королеву, который болеет лейкозом. В прошлом году помогали Кристине Винокуровой. На сегодняшний день у нее полное состояние ремиссии, хотя прогнозы были средними. Мама Кристина передает низкий поклон всем, кто поддерживал. Семья Ванечки Королева попросила меня сегодня прийти и поблагодарить каждого, кто принял участие. Когда вот слышишь, что у ребятишек такие проблемы, а причем ребятишки еще, как говорится, и жить-то не начали, но просто хочется для них сделать все, что возможно, только для того, чтобы они победили свои недуги. Действительно, борьба не шуточная. Участники пробежали 10, 5 и 1520 метров. Последняя дистанция символичная. Ширина железнодорожной колеи только не в метрах, а в миллиметрах. Это, конечно, да, очень хорошо. Это тот момент, когда мы можем помочь кому-то денежными средствами. Да и вообще, мне нравится, когда проводятся соревнования различных уровней. Последнюю дистанцию в 500 метров пробежали дети. В спортсмены принимали с 5 лет. Победители получили дипломы и ценные призы. Все финишеры, памятные медали. Мэри Елчан, Елена Малютина, Константин Головин. События. Кто сильнейший на песке? В Самаре прошел фестиваль пляжных видов спорта среди команд Ассоциации городов по Волжье. На первенстве побывала и наша съемочная группа. Традиционное первенство по пляжным видам спорта проходит уже 11 лет, но в этом году впервые за всю его историю победитель получит путевку на Кубок России. На первомайском спуске в песочном турнире участвовали 8 команд из Оренбурга, Саранска, Пензы, Чебоксар, Самары, Ульяновска, Казани и Перми. Упорная борьба на площадке и дружеская атмосфера вне ее. Конечно, в большей степени наши соревнования направлены на поддержание дружеских отношений между городами, между спортивными клубами, между командами. И на соревнованиях царит такая дружеская и домашняя атмосфера. В финале встретились ульяновцы и самарцы. Последние и победили. А вот в пляжном волейболе бесспорно лидировали женская и мужская команды из Казани. В первый день турнира под голодом немножечко подкачало. Были тучи и погода была не очень. Но сейчас с утра тоже были тучи как бы. Сейчас распогодилось очень хорошо. В принципе, нам очень понравилось. Хороший сделали турнир. Пляжный футбол прошел отлично, волейбол тоже прошел отлично. Организаторы уверены, пляжные виды спорта только набирают популярность. Для развития спорта в Самаре есть все необходимое. Самарская набережная с ее песком, с ее муниципальными пляжными стадионами, где можно заниматься и футболом, и волейболом, и пляжным теннисом. Здесь есть вот рядышком замечательная набережная. Здесь есть гостиница, что тоже очень немаловажно. Когда участники соревнований размещаются здесь, прямо в гостинице, и буквально там пять минут, и они уже на пляжном стадионе. То есть все, что надо для пляжного воздуха здесь в Самаре у нас есть. Победителям вручили памятные кубки, медали, дипломы и подарки от Ассоциации городов по Волжье. Сергей Кизоркин, Елена Малютина, Константин Головин. События. Отдохнули на свежем воздухе и потренировали головы. В Самаре проходит интеллектуальный фестиваль «Лига знатоков». Финал игры «Брейнринг» завершился в лагере «Волжский Артек». Игроки узнали интересные факты о своем городе, древних мифах и природных явлениях. Подробности в нашем сюжете. Эти ребята зря времени в лагере не теряют. Вся смена – одни сплошные интеллектуальные баталии. Игры «Что, где, когда», тематические викторины с вопросами о родном городе и «Брейнринг». Активистка смены София Бегунова – игрок «Брейнринга» со стажем. Сегодня она капитан женской команды. Говорит, выбирала тех, кто хорошо учится в школе. И девчонки не подкачали. Команда победила со счетом 3-0. Когда у нас была команда с первым отряда, мы соревновались. А у нас был правильный ответ, но мы засчитали нам фальшстарт. И мы решили собраться всем духом и победить третий отряд. Мы тогда немножечко расслабились и начали смеяться. А сейчас мы просто собрались с духом, и все получилось. У меня была задача, нам сказали, найти ребят отобрать, которые будут участвовать, которые хотят, собственно. Мы нашли тех, кто, поскольку у нас все-таки старший отряд, у нас некоторые дети уже участвуют в некоторых таких викторинах, эрудитах, интеллектуальных играх. Ну и, собственно, мы уже знали просто, кого отправить. Если бы я мог бы, я бы сам с удовольствием играл. Я сам очень много участвовал в них. Интеллектуальный фестиваль Лига знатоков Самаре проходит уже 6 лет. Теперь он вошел и в национальный проект «Демография». По словам организаторов, после летней смены дети-победители игр смогут записаться в интеллектуальный клуб Лига знатоков и начать профессиональную карьеру. Фестиваль объединяет ребят. Они учатся, смотрят друг на друга, взаимодействуют. Самое главное в интеллектуальной игре, что она позволяет понять, куда применяются знания. Потому что частенько для школьников проблема применить те знания, которые они получают в школе вот прямо сейчас. Вот она находка. Мы популяризируем. Победителей ждали ценные подарки – планшеты, в которые скачана полезная для дальнейших интеллектуальных побед литература. Валерия Куценко, Дмитрий Мешканцов, События. Зажигательные мастер-классы, танцевальные баттлы, ритмы, рок-н-ролла. Самарская набережная вновь стала площадкой для проведения широкой культурной программы. На концерте под открытым небом побывал наш корреспондент. Зажигательные ритмы на Некрасовском спуске задает школа барабанов «Аше». Вместе с ними импровизируют все желающие. Мастер-класс от музыкантов объединил десятки людей. Ловит ритм от мала до велика. Впечатления самые лучшие. Вообще это отличная идея, затея. И то, что детей приобщают к музыке. Мы очень любим барабаны. У нас дома есть и барабаны, и ханги. Дети у меня играют, любят это все. Поэтому очень прекрасно, что такое проводят. Мы сегодня в самом центре культурного сердца России уступаем на набережной Некрасовском спуске. И нам очень лестно и очень нравится, что мы принимаем в этом участие. Мы четвертый раз уже сегодня будем работать. Ну и посмотрим, публика реагирует. Дадим рок-н-роллу, как всегда. Long live rock and roll. А вот на Некрасовском спуске внимание прохожих привлек танцевальный батл Бруклин-фест. Здесь в вечерних сумерках показывают мастерство танцоры разных возрастов. Культурное сердце России объединяет самых разноплановых музыкантов и артистов, которые по своей инициативе делятся своим креативом с самарцами. Проект реализуется по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Арт-площадки на Некрасовском и Маяковском спусках будут работать все лето, еженедельно по выходным дням. Мэри Елчан, Елена Малютина, Николай Епифанов. События. Крылья советов проиграли в премьер-лиге, но поднялись на две строчки в турнирной таблице. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, чем у соперников, у которых тоже по три очка. Пока же после четырех матчей тройка лидеров премьер-лиги – Питерский «Зенит», Московский ЦСКА и Ростов. Самарский клуб на 12-м месте. В выходные на Самаро-арене Московский «Локомотив» вырвал победу у «Авиаторов» со счетом 2-1 в дополнительные три минуты встречи. У самарцев свой четвертый гол в этом сезоне оформил Александр Соболев. Однако яркая и результативная игра лучшего футболиста июля в чемпионате страны может преподнести сюрприз. И спортсмену, и болельщикам. Есть вероятность, что он окажется в другой команде. Я не сказал, что Соболева надо продавать сегодня или завтра, но в один день, когда для него будут требования, я надеюсь, что он сделает такую свою карьеру, что здесь даже очередь будет за Соболева. Так что не сказал я, что он должен ее открыть в советах. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самары Гис на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова